Так, всем привет! Рада вас, видаты, на своему канале. Тростиночки, сегодня среда, а это значит, что сегодня отчетный день. Каждую среду уже более четырех лет я отчитываюсь своими результатами. Пришла к результату минус 60. Сейчас женщинам помогаю улучшать свое здоровье и провожу марафоны с сопровождением. Девочки, если вы хотите стать участником моего марафона с сопровождением, в комментариях пишите «хочу марафон». Цена свободная. Вот весы мои даже уже выключаются, пока я бла-бла-бла. В марафоне план питания, мое сопровождение, две недели нашей работы над новой версией себя. Поэтому запись открыта. Мы с вами стартуем 22 апреля. А сегодня у нас среда, 16 апреля, и я показываю каждую неделю, что происходит с моим весом. Я пришла к результату минус 60. И сейчас стараюсь держать планочку 77-80, что у меня успешно проходит уже более двух лет. Я пришла к желаемому результату благодаря правильному сбалансированному питанию. Без диет, без голода, а в удовольствие и в кайф. Так, девчат, хочу с вами поделиться своим завтраком. На завтрак у меня будет бомбическая пп-окрошка. Девчонки, решила не записывать процесс приготовления. Думаю, все мы с вами хозяюшки, и все вы знаете этот рецепт. Что я здесь изменила? Единственное, что я не добавляла, это картофель. Так, у меня здесь все есть. Есть белок, это мясо. Есть яйцо, белок и жиры. Вот вы видите яйцо. Есть огурцы, редиска, зелень, лук. То есть, ну, здесь она у меня больше такая, видите, юшки меньше, а самой гуще больше. Порция такой окрошки у меня 350 граммов. Значит, расчетка БЖУ и состав я вам оставлю в закрепленном комментарии. Поэтому переходите, смотрите, берите на вооружение. Вы также любите окрошку, как и я ее люблю я. Напишите мне об этом. Значит, на чем я ее делала? И напишите, на чем делаете вы. Я сделала один к одному. Это у меня литр кефира 2,5% жирности. Здесь у меня литр сыроводки. И пол-литра где-то еще добавила обычной простой воды. Немножечко посолила, немножечко поперчила. Все должно быть в меру. И буквально где-то на этот объем у меня ушла чайная ложка лимонной кислоты. Все. Больше. Ой, мне аж слюнки, девочки, завтракать хочу. Есть уже хочу. Вот, уже мой организм знает, что 10, пол-одиннадцатого Лена хочет кушать. Если раньше это было в 7 утра, в 8 утра. Но когда организм приучила к режиму, уже имею свои результаты и снижения веса, и удержания. Очень важно, девчата, выводить все в систему. В свое питание, все свои привычки, питье воды, физическая активность. Все выводите в систему. Если будете систематически этого придерживаться, например, как утром встали и почистили зубы, да, уже эта система. Уже это ваша, скажем так, ваш образ жизни. И когда питание будет также переведено в образ жизни, уходить от кусятничества, уходить от перекусов, уходить от всяких трешаков, какие были раньше, это возможно. Это реально, и это так работает, девчат, но по-другому не будет. Не будет такого, что ты будешь все есть, и при этом ты будешь стройнить или держать вес. Так не бывает. Поэтому меняйте свой образ жизни, меняйте свое питание, меняйте свое отношение к еде. И тогда будет нам счастье. Здесь у меня еще будет божественный американо, чашечка от моей зрительницы Ларисочки. Ларочка, я тебе тоже вдячна. Кофе у меня со сливками сейчас я пью. И здесь я возьму несколько кусочков сыра, но это на скидку будет где-то грамм 30. Завтракаю не сама, поэтому это не только моя порция. Все, девчата, вот такой прием пищи, который меня насыщает. Я не хочу есть в течение 4-5 часов. Мой организм так работает, я его так приучила, потому что максимально сбалансированная тарелочка. А когда у нас всякие белковые диеты, организм уходит в сумасшедший дефицит. И потом, когда возвращается на то же питание, к сожалению, мы набираем вес назад. Поэтому белковая диета, белковые разгрузки, если это делать, это делать кратковременно. И чтобы что? У меня всегда вопрос, чтобы что? Вот у меня девчата в марафоне говорят, Лен, у меня 2 дня вес стоит, я бы сделала, давай сделаем разбрузку. Девочки, чтобы что? Чтобы слить воду, которая есть, и она вернулась назад. 2 дня, это не говорит, это ни о чем. Когда у вас вес не двигается ни вперед, ни назад, стоит на месте, может где-то чуть-чуть плюс, ну, 100-200 грамм. Это нормально. Но есть одно условие, если вы не нарушаете режима питания, вы не нарушаете свою систему. Если вы четко питаетесь по своему режиму питания, 2-3 раза, 4 приема пищи, и при этом у вас вес стоит уже около месяца, вот тогда надо делать какие-то стрессовые ситуации. Это может быть и разгрузочный день, это может быть и какая-то неделя низкоуглеводного питания с исключением углеводов сложных. Это можно в качестве того, чтобы подтолкнуть организм. Я активно не использовала ни разгрузки, для того, чтобы подтолкнуть вес, ни какие-то низкоуглеводные диеты, я просто исключала ужин. Девчата в марафоне тоже мне пишут, те, кто переходит из марафона в марафон, девчонки пишут, Лен, смотри, я сегодня убрала ужин, и вес у меня пошел вниз. 2-3 дня, и я возвращаю ужин, и вес все равно идет вниз. То есть, убираете один прием пищи, желательно это делать ужин, вечер, да, то есть закрывать свое пищевое окошко в 16-17, и тогда вы быстрее увидите результат, чем вот изнурять себя. Вот у меня тоже в марафоне девочка в ритвене, я буду делать разгрузку. По факту утром проснулась, никаких результатов, это первое. Второе, зипсованный настрий, зипсованные нервы, ну и что, это того стоило? Ну, выбор, конечно же, за вами. Я придерживаюсь рационального сбалансированного питания и, конечно же, похудения с умом. Каждый прием пищи нас с вами должен насыщать. У меня в качестве насыщения здесь идет качественный белок, это мясо, это яйцо. Также клетчатка, я с самого начала сказала, что я взяла больше гуще, ну а самой жижечки меньше. Также кофе с молоком, правильные жиры сюда, сливки точнее, также будут насыщать вас, если будет пустое молоко, например, или со сливками. Хотя я рекомендую со сливками пить только раз и желательно утром, потому что дальше уже организм и наша система гормоны работают не так активно, скажем так, в конце дня. Поэтому кофе рекомендую пить не более двух чашек, если с молоком, то в первой половине дня. Также жиры, которые добавляю. Все, девочки, организм накормлен правильно, и он мне не скажет через час, я хочу жрать. Простите за мой французский, но именно так мне девчонки и пишут. Вы будете себя чувствовать человека, стоит только сбалансировать свой рацион, выстроить систему и, как я говорю, ву-а-ля. Вы, конечно же, не забывайте про воду. Воду, сейчас покупаем вот такую воду. Воду я пью пол-литра натощак, два захода, скажем так, теплой воды. И в течение дня до двух литров у меня смело между приемами пищи. Захотели покушать, выпейте воды. Не хотите воды, не хотите кушать. Все элементарно просто. Все, мои хорошие, рада была с вами пообщаться. Я вас люблю, целую и ценую. Любые украинцы, божаю нам тихого, мирного дня. Пока-пока. Девчат, хотела сегодня с вами поговорить на такую, на мой взгляд, очень интересную тему, как белковая диета. Я думаю, вы в своей стройности неоднократно с этим сталкивались. Скажу вам больше, с этим сталкивалась и я. Сталкивалась, скажем так, в своей прошлой жизни, как я это называю. И термин белковая диета, она подразумевает под собой такой тип питания, при котором полностью или частично исключаются, или ограничиваются частично, или исключаются полностью углеводы. Упор делается на что? Упор делается на белки. Я думаю, для вас это не секрет. И вы знаете, что углеводная диета подразумевает в составе суточного рациона 60% белков. Если я в своих марафонах рекомендую использовать такую, скажем, формулу 20-30-50, это 20% белков, 30 жиров и 50 углеводов. То есть это такой рациональный подход к стройности. Белковая диета, как и другие низкоуглеводные диеты, может быть эффективна для снижения веса в краткосрочном, скажем так, диапазоне. Когда, ну вот, скажем так, неделька, максимум 2, необходимо колыхнуть вес, да, то есть двинуть вес, если он у вас стоит неделю. Если он у вас стоит день-два, это не значит, что необходимо белковую диету включать. Когда мы с вами вводим белковую диету, снижение веса обусловлено уменьшением калорийности рациона. И таким образом, побыв это время на белковой диете, на том, что вы исключаете практически углеводы, мы уменьшаем калорийность рациона. И это дает переход углеводного источника энергии на белково-жировой. Да, я думаю, вы часто слышали, что в приоритете белково-жировые завтраки, где есть только белки, жиры и углеводов практически нет. Вроде бы все хорошо, да, вроде бы круто, убрала углеводы и, как говорится, вуаля. Но так ли это все здорово, как может показаться на первый взгляд? Я очень хочу, чтобы вы обязательно это видео отправили своим знакомым, кто еще думает, что, скажем так, вот такие крайние методы вам помогут. И сейчас я хочу с вами разобрать, как нутрициолог, хочу, чтобы вы увидели все плюсы, скажем так, и все минусы такого питания. Я уверена, что большинство из вас, у вас изменится отношение, ну, собственно, отношение к тем кардинальным мерам, которые мы с вами, в которые мы бросаемся. Очень часто я от девчонок слышу, Лена, я хочу сделать разгрузку, я хочу там, ну, короче, девчата во все крайности. Белковая диета не соответствует принципам здорового питания, обычно об этом я вам всегда говорю. Если вы готовы этого рациона, этого режима питания придерживаться всю жизнь, окей. Норма потребления белка рассчитывается индивидуально, когда мы смотрим на чудо-тарелочку и думаем, ага, вот так я буду делать, и у меня все получится. Но идет расчет, как нутрициолог, я вам могу сказать, что идет с расчета индивидуального индивидуального индекса массы тела, индивидуальные ваши параметры, образ жизни, цели человека. Они должны составлять примерно 30% от суточного рациона. То есть белки, когда вот белковая диета, и это 60%, это такой трешак, это такой удар по своим органам внутренним. Теперь давайте рассмотрим плюсы и минусы белковой диеты, да, то есть она существует, она там проверена определенными экспериментами, наблюдениями, исследованиями. И вот плюсы в белковой диете я могу, скажем так, выделить для тех, кто этим интересуется. Это быстрая потеря веса за счет потери воды. То есть мы убираем углеводы, 1 грамм углевода за 1, ну я сейчас об этом скажу. Мы с вами теряем воду и запасы гликогена. Белок помогает дольше оставаться сытым и снижает аппетит. Это способствует уменьшению общей калорийности рациона. Вроде бы все хорошо, да, то есть у нас с вами есть чувство насыщения, мы с вами быстро снижаем вес, у нас быстро уходит вода. Кстати, варианты белковой диеты с низким содержанием углевода может быть эффективна, да, она может быть эффективна при терапии, например, сахарного диабета 2 типа. Есть определенные заболевания, которые сопровождаются и лишним весом, и один из них это сахарный диабет 2 типа. То есть мы ограничиваем быстрые углеводы в том числе. Это, знаете, такие быстрые результаты, вот так бы я сказала. Теперь я вам хочу назвать минусы, я хочу, чтобы вы на них обратили, ну прям, девочки, послушайте меня. Белковая диета не отвечает рекомендациям по здоровому питанию. Если мы с вами хотим работать на долгосрок, если мы с вами хотим иметь долгосрочные результаты, а не сбросила быстро вес, и также быстро набрала. Это не соответствует здоровому питанию. Можно быть в профиците и на белковой диете, то есть переедать, переедание белка также может приносить плюсы по весу. Особенности диеты подразумевает недостаточное потребление клетчатки зерновых. Не обесценивайте то, что наш организм получает все необходимые макро и микроэлементы. А это, в свою очередь, может привести к дефициту некоторых витаминов и минералов. И об этом надо всегда помнить. Об этом надо помнить при потере волос, при потере ногтей, при изменении кожи. В белковой диете идет недостаточное количество потребления клетчатки. Это может абсолютно негативно повлиять на микрофлору нашего кишечника. То есть я все-таки топила, топлю и буду топить за рациональное питание. Также работа ЖКТ может нарушиться. Некоторые вариации белковой диеты есть, скажем так, несколько вариантов, которые допускают употребление красного, я не побоюсь этого слова, обработанного мяса и других продуктов с высоким содержанием насыщенных в том числе жиров. И когда мы грамотно ко всему подходим, когда мы ее вписываем в свой рацион, когда надо точнуть вес или помочь весу, окей, здесь я согласна. Избыточное потребление таких продуктов, о которых я только что сказала, может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Я вас прошу об этом не забывать. Также высокое содержание белка очень часто после белковых диет, после низкоуглеводок, есть жалобы, жалобы врачам, жалобы, вы между собой жалуетесь, что увеличивается ухудшение работы почек и также увеличивается риск образования камней в почках. Белковая диета не все так хорошо. Белковая диета не рекомендована, когда вы находитесь, например, в период беременности или лактации. Это связано не с количеством белка, а с количеством углеводов, когда нам необходимо, чтобы наш рацион был полноценный. В период беременности, например, и лактации. Особенно хочу, чтобы девчонки, кто в этом процессе находится, хотят иметь хорошую фигуру, очень важно придерживаться основ здорового питания. Потому что очень часто мы боимся набрать, потому что, потому что, потому, девочки, делайте выводы. Исходя из минусов белковой диеты, можно, скажем так, подвести такой итог, кому и почему эта белковая диета противопоказана категорически. Вот я бы сказала, почему она противопоказана. Потому что есть недостаток нутриентов. Люди пожилого или старческого возраста, да, то есть уже, ну, скажем так, я не буду называть цифры, но беременные кормящие, дети, пациенты, которые имеют хронические заболевания, период восстановления после заболевания. То есть, девчата, здесь, если вы хотите испортить свое пищевое поведение, велкам, белковая диета ваша, избыток белка усугубляет текущее состояние. Например, если у вас есть некоторые заболевания печени, есть заболевания поджелудочной железы, заболевания почек, подагра, вот вы одним махом можете настолько испортить свой метаболизм, свои внутренние, скажем так, органы и всколыхнуть хронические заболевания. Генетические заболевания могут быть также спровоцированы прогрессом, скажем, не в лучшую сторону, если вы будете употреблять вот такие крайние методы. Следует отметить, что и совершенно здоровому человеку недостаток нутриентов пользы не принесет. Поэтому я в своих видео, основываясь на своем опыте, хочу сказать, что, девочки, есть такая пословка, пословка, пословица «10 раз отмерь, один раз отрежь». И вы подумайте, надо ли вам потом еще убирать последствия того, что вы себе придумали. Вы хотите быстрое снижение веса, вы хотите изменение себя быстрее, быстрее. Не бывает такое. Если мы с вами стройнеем, стройность должна проходить с умом. Вот когда придет четкое понимание, что я делаю это во благо, а не похудеть для того, чтобы что. Вот всегда у меня вопрос «похудеть, чтобы что». И вот хочу к вам также задать этот вопрос. Вы улучшаете свое здоровье, вы стройнеете, чтобы что? Напишите мне об этом в комментарии. Мой ответ очевиден. Я постройнела для улучшения своего здоровья. Это я вижу на основе анализов, которые я делаю каждые полгода. И анализы улучшаются, анализы приходят в норму. И это самый главный показатель. Все, мои хорошие. Я была рада с вами пообщаться. Любые украинцы, я желаю нам тихого мирного дня. Всем людям на земле я желаю миру и злагоди. Я вас люблю, целую и ценую. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!